Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я покажу вам очень интересный отель, очень интересное место. Мне почему-то кажется, что сюда захотят приехать очень многие мои зрители, в особенности те, кто живет непосредственно в Европе. Могу сказать, что подобные отели, они настолько уютны, настолько прекрасны, насколько их очень сложно найти, потому что обычно агентства недвижимости, точнее туристические агентства, не работают с такими маленькими отелями. На мой взгляд, это место идеальное для бюджетного свадебного путешествия, при этом свадебного путешествия, которое в памяти останется на всю жизнь и которого не было у меня. Мы были вынуждены, по-другому не скажешь, заказать традиционный тур, традиционную гостиницу в центре Рима, в центре Венеции и, в общем-то, не получили тех впечатлений, которые, безусловно, получают люди, которые знают, где останавливаться. Этот отель находится непосредственно в Илуганских холмах. Илуганские холмы прекрасны. Здесь самые известные гольф-поля в мире. Гольф Падуэ – один из самых успешных и знаменитых гольф-клубов не только в Италии, но и во всей Европе и находится в непосредственной близости от этого места. В Илуганских холмах огромное количество кантин, где можно попробовать, парадегустировать, научиться чувствовать вкус не просто местного вина, но и вообще вина. Кстати, Илуганские холмы славятся виноградниками. Здесь действительно производится хорошее вино, говорю вам как человек, который совершенно не разбирается в вине, но у которого муж обладает неплохими знаниями в том, что касается дегустации вина. Здесь, кстати, можно пройти различные курсы. Они длятся один-два дня. Курсы сомелье, курсы какие угодно. Как ухаживать за оливковыми деревьями, как собирать оливки, вам покажут. И как, допустим, подстригают виноградную лозу, чтобы она чувствовала себя хорошо, когда все это делается. Как проверяется наличие, точнее, как предсказывается урожайность, допустим, с оливковых деревьев, либо с того же самого виноградника. Это все очень интересно. На самом деле мне очень приятно рассказывать о нашей территории, в которой я живу, об Уганских холмах и непосредственно туризме в Уганских холмах, потому что это для многих на самом деле совершенно неизведанная зона туристическая. А на самом деле Уганские холмы – это, безусловно, жемчужина итальянского мирового туризма. В основном туристы из Германии неплохо знакомы с Уганскими холмами и с тем, что здесь можно посмотреть и чем заняться. К нам приезжают огромное количество команд по велосипедному спорту и вообще любителей велосипедного спорта. У нас одни из самых лучших непосредственно оборудованных дорожек для велосипедных прогулок. Много раз я вам показывала, как с детьми мы подобные прогулки по подобным дорожкам совершаем. Есть также дорожки, оборудованные непосредственно для тренировок и занятий спортом. Этот отель, кстати, очень любим гольфистами, которые приезжают сюда на соревнования. У нас в Уганских холмах очень много хорошо оборудованных гольф-полей. Это не только гольф Падуэ, который находится в пяти минутах. Это также гольф Монтекия, который находится в 15 минутах езды на машине. И очень много останавливается непосредственно в отеле, который я вам показываю, команд по велоспорту. Насколько я поняла, велоспорт бывает разный. Я не совсем в этом разбираюсь, но если меня смотрят зрители, которые знакомы с деталями и с особенностями, я думаю, что они, возможно, даже комментарий свой оставят, чтобы мы со зрителями могли. Вообще, я очень люблю свой канал за то, что действительно бывают такие интересные комментарии, когда ты прочитаешь, и это подтолкнет тебя к поиску информации, либо просто из самого комментария ты узнаешь чуть больше, чем знал до того, как этот комментарий встретил. Большое спасибо всем зрителям, кто корректно и очень интересно комментирует и тратит свое время на действительно интересные комментарии. Ну что ж, мы находимся сейчас в холле. Вот такой отель. Сейчас мы поднимемся и посмотрим непосредственно комнаты. Это традиционный отель, который управляется одной семьей, и это очень чувствуется в таких отелях, потому что все очень по-домашнему. Есть такое понятие в Италии, наверное, на английском это будет ближайшее слово cute, то есть хорошенькое. Ты чувствуешь, что всего коснулась рука хозяина. Во всех мелочах это чувствуется. То есть люди заботятся о гостинице, как о своем доме. Кстати, очень часто хозяева и проживают в этой же структуре, либо непосредственно в доме, который примыкает, либо находится на территории. Это распространенная ситуация именно вот с такими маленькими домашними отелями. Отель имеет три звезды, очень уютный. Будет возможность, пожалуйста, если вы будете спрашивать себя, где вам остановиться в Луганских холмах, не сбрасывайте со счетов этот отель и подобные отели. Повторюсь, их очень много, нужно просто поискать. Но для этого, возможно, нужно обладать какими-то минимальными знаниями на итальянском языке. Это общая зона, это гостиная, где зажигается камин в прохладное время года. Я рассказывала о том, что семья управляет в нескольких поколениях. Очень часто это происходит. Вот, пожалуйста, гольф-клюшки, которые символизируют о том, что... которые, точнее, говорят о том, что этот отель очень любим гольфистами со всего миром. И именно в этом отеле я буду снимать с Луизом. Он очень любезен организовал нам, помните, экскурсию в парк с самым старым лабиринтом, самый старый лабиринт. Меня многие поправили. Нет, действительно, я зашла на сайт, утверждается, что самый старый лабиринт. И этот парк, он тоже находится в пяти минутах. Мне такое ощущение, что можно пешком до него дойти. Так вот, Луиз, он выполняет очень часто роль повара. Он очень хорошо готовит, он согласился показать, как он готовит ризотто, как он готовит традиционные блюда региона Вен. Это вообще кухня эуганских холмов, не столько региона Вен, это сколько эуганских холмов, а она характерна тем, что у нас в эуганских холмах произрастает очень много того, что не произрастает больше нигде в Италии. Соответственно, эта кухня, она очень типична, очень характерна. И по большому счету в любом типичном ресторане, либо ресторанчики вот при такой гостинице, кстати, гостиница обладает рестораном, куда можно просто приехать пообедать либо поужинать. Так вот, очень часто представлены также типичные вина, помимо типичной кухни. И это, конечно, очень колоритно. И поэтому, когда я этот отель посетила, я подумала о том, что, наверное, это идеальное место для незабываемого свадебного путешествия. Вот почему-то у меня такая ассоциация. Давайте я покажу вам комнаты. В отеле был произведен недавно ремонт, и отель, кстати, функционирует. Некоторые комнаты мы не смогли посмотреть, потому что они были заняты постояльцами. Я очень рада, что в это непростое время кто-то работает. Вот такой выход на балкон, и такой вид открывается практически с любого балкона этого отеля. Все очень мило, видна любовь хозяев к деталям. Все новое, и нет ощущения, что в этом отеле давно не было ремонта. Ремонт требуется, и огромное количество постояльцев останавливались в этих комнатах. Я очень люблю ощущение новизны в отелях. При этом, когда отели новые, очень часто выбирается достаточно современный дизайн. А вот такой Прованс, его сейчас, на самом деле, редко можно встретить именно в обновленном варианте. Либо это что-то очень-очень давно сделанное, либо прямо-таки хай-тек-хай-тек. Давайте посмотрим другую комнату. Это стандартные комнаты, они не очень большие. И в основном отвечают требованиям подобного туризма, когда ты возвращаешься в гостиницу, принять душ и просто отдохнуть. Нет необходимости в больших комнатах, именно поэтому в подобных отелях, как правило, больших комнаты не бывает. Хотя мы с вами посмотрим джуниор-сьют, он тоже имеется в этом отеле. Их два на самом деле. Мы смогли посмотреть только один джуниор-сьют, потому что другой был занят. Посмотрите, этот номер имеет отдельный выход в небольшой патио, небольшой Джордино. Потрясающая атмосфера. И рядом находится фонтан, и это фонтан природный. Его можно включить и выключить, но сам источник природный. И хочется уходить из этого садика, так бы сидела там полдня. Возвращаюсь в комнату, и сейчас покажу вам как раз таки джуниор-сьют. Меня приятно удивило не только наличие джуниор-сьюта, сколько наличие соседствующей комнаты. Но я забегаю вперед, потому что я вижу, что это еще одна стандартная комната. Сейчас я ее вспомнила. И эта комната выходит, дверь точнее из этой комнаты также выходит в небольшой сад, который несколько больше, чем у соседствующего номера. Милая роспись, безусловно, отсылка к фрескам. Могу сказать, что до сих пор в Италии очень часто вот таким образом расписывают старые стены, украшая таким образом внутренние дворики. Продолжение следует... Ну что ж, сейчас мы поднимемся на второй этаж, и я покажу вам джуниор-сьют. Так вот, меня удивило не только наличие джуниор-сьюта, сколько наличие сообщающейся комнаты. Для такой большой семьи, как наша, это очень важно. Мы, например, в прошлом году не смогли поехать на лыжи, пока это было возможно, на катание в горы, потому что мы просто не нашли большого сообщающегося номера, комфортного, как раз-таки состоящего из двух полноценных комнат на всю нашу семью. То есть была возможность взять два номера, но дети были слишком маленькие, соответственно, это было просто невозможно. Дверь в этот сообщающийся номер сейчас закрыта, потому что эта комната сообщается также с другим джуниор-сьютом. Соответственно, по потребности используют постояльца одного джуниор-сьюта, либо другого, непосредственно комнату, которая очень часто используется, конечно же, для размещения детей в непосредственной близости от родителей. Джуниор-сьюты находятся на втором этаже и имеют балкон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасный отель, прекрасные гостеприимные хозяева. На эту кухню мы с вами, дорогие зрители, вернемся и увидим, я думаю, очень много всего интересного. Я же на этом благодарю хозяев, которые пустили нас в свой отель, показали, как он устроен, рассказали очень много всего интересного. Мы же с вами, мои прекрасные зрители, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok